В моем рассказе, наверное, будет много слез, но я не хочу показывать себя перед вами той железной леди, которой знают меня все. Меня зовут Элин, и я хочу поделиться с вами своей историей жизни о том, как из простой девочки я смогла добиться каких-то определенных успехов. И именно этой историей я бы хотела показать, что абсолютно каждая женщина может создать себя, если она очень сильно этого захочет. В своем рассказе я буду достаточно откровенна и искренна, и очень многие, кто услышат мою историю, возможно, узнают в ней и себя. Я в этой части хотела бы рассказать про свое детство. К сожалению, я не могу сказать, что мое детство было веселым. Я всегда исключаю разговоры о детстве, потому что я считаю, что детства у меня не было. И многие смотрят на меня сейчас и думают, что я всегда была такой успешной, всегда была такой целеустремленной, общительной. Многие думают, что я с детства родилась уже с определенными знаниями, прокачанными. Но на самом деле все это не так. Я росла очень с замкнутым ребенком, и я всегда стеснялась разговаривать. В школе я сидела всегда на самой последней парте, и я всегда боялась выходить к доске, потому что... Мне действительно больно рассказывать про свое детство, поэтому прошу не осуждать меня. И в школе я всегда сидела на последней парте, я боялась выходить к доске, потому что я стеснялась и боялась то, что меня все будут обсмеивать. Как я выгляжу, как я не могу разговаривать, как я ничего не знаю. Я родилась на самом деле в самой обычной семье, где мама не работала, где папа был настоящим абьюзером. Он запрещал ей работать, он запрещал ей красиво одеваться, он запрещал ей все. И когда я была маленькая, я этого всего не понимала. Время шло, я подрастала и стала понимать, что происходит что-то не то. Мы жили очень бедно, и так как зарабатывал только папа, он еще умудрялся и прятать деньги под коврик машины, которую однажды я нашла и получила за это. Когда я задала вопрос папе, почему ты прячешь деньги, он сказал, что тебе этого не надо знать. Как позже выяснилось, у папы была другая семья, семь лет, и было двое детей. Да, у меня есть брат и сестра, они очень красивые, очень успешные в своей сфере, но я с ними не общаюсь. Когда мне было 10 или 11 лет, я всегда боялась папы. Для меня вообще ключевой человек в моей жизни, я считаю, это мой отец. Несмотря на то, что он причинил очень много страданий в моей жизни, как и мне, так и моей маме, я очень сильно его люблю. И это тот человек, которому я готова признаться в любви и сказать, что папа, я тебя люблю. К сожалению, в реальной жизни, без камеры, я никогда не могла этого сделать до сегодняшнего времени. И я не видела своего папу уже 15 лет. Я даже не знаю, живет ли он в том месте, в которое бы я хотела поехать сегодня. Я туда поеду, и если у меня получится, то я его увижу. Когда я ходила в школу, то всю эту улицу я ходила каждое утро пешком с первого класса сама. И ехала еще две остановки на автобусе. И вот ту улицу, к которой мы сейчас поедем до дома, я тоже ходила пешком и всегда боялась, что меня кто-то украдет. Я не могу сюда даже заезжать. Я просто даже не могу сюда заезжать. Вот эта улица, по которой я ходила пешком в школу, по которой я ходила в магазин. Здесь всегда носятся машины, и здесь всегда было тесно. И страшно. Я ужасно не хочу сюда ехать. Я, наверное, не смогу даже с машиной выйти сейчас. Я в детстве всегда его боялась. К сожалению, наверное, о таком не рассказывают. Папа очень сильно меня бил. Он бил за все. Вплоть до того, что я могла пылесосить дома. и когда, чтобы собрать пылесос, есть такой шнур, и я с розетки его не вытащила. Нажала на кнопку, ну и, соответственно, розетку вырвала, потому что она в старом доме была самодельно прикручена. И папа бил за все. Он в тот момент просто взял меня за волосы и протащил до другой комнаты и поставил в николу. Он действительно постоянно меня бил. Вот все, что я помню в детстве от отца, это очень жесткое воспитание. И я постоянно стояла в углу. Я жила в этом углу. В родительском доме до 10-12 лет, когда мои родители были еще вместе, я не видела там того детства, которое есть, по крайней мере, сейчас у моих детей. Я не видела там того детства, которое есть у ваших детей. Вот эти ворота я красила, когда мне было, по-моему, 6 лет. Вот этой светлой голубой краской. Видно, что еще после этого никто ничего здесь не перекрашивал. И сейчас мы попробуем зайти вовнутрь. Хотя я думаю, что его дома нет. Я не уверена, работает ли этот звонок. Мы хотим хотя бы у соседей узнать, живет ли здесь мой отец или нет. Мои родители занимались цветами. И мама постоянно торговала на базаре и продавала цветы. И так получалось, что мне не с кем было оставаться. И абсолютно каждый день с 11 часов дня до 12 ночи я находилась одна. В вечернее время папа выезжал за мамой. Днем он находился со мной. И он закрывал меня на ключ. В шести вечера до 12 ночи. Каждый день на протяжении, наверное, лет трех я была просто заперта в квартире, в доме. В старом-старом доме. И это необъяснимое чувство. Я тогда, наверное, считала, что это нормально. И на кухне у нас была форточка. И я научилась вылазить через эту форточку к соседям. И когда я слышала звук машины, я быстро залезала в эту форточку и как будто бы я была дома. А на самом деле вся моя жизнь прошла у соседей с одной старенькой бабушкой, которая кормила меня, успокаивала, любила. заботилась. Часто в этом доме отключали свет. И, как ни странно, в этом доме жил полтергейс, и я думаю, что он там до сих пор живет. Я думала, что это мои детские вымыслы, но когда я уже выросла, я многие вещи видела своими глазами. я жила в страхе в этом доме. Я боялась там спать, потому что на меня кто-то садился, кто-то меня душил. И папа, у него всегда были, да и, наверное, есть такие странные шутки. Он всегда говорил, что если ты будешь плохо себя вести, то придет ночью медведь и унесет тебя в лес. Это был самый сильный страх, который вжился в мою голову. И я знала, что мне нужно ложиться спать в девять вечера и вести себя хорошо. Скажите, он живет сейчас здесь, нет? Да. Я так помню, от первого брака, да? Да, от первого брака. Я его дочь, Алена меня зовут. Я помню. Я помню деть Гришу, но он, это ваш папа, да? Да. А что вы можете вообще о нем рассказать? Я просто здесь последний раз была 30 лет назад. Да, я у него спрашивал, почему я так, дочь, это не прикольная. Просто отвлекался, она где-то за границей, то ли в арабских пиратах, то ли. А папа, какой он сейчас вообще? Деловой, Паша, с утра до вечера Паша, Паша строит светлое капиталистическое будущее, строит самолет, надеюсь, скоро будет. Он также строит самолет, да? строит, как фанатик, это, правда, все смеются над ним, но это уже, ну, строит, фанатично, строит там. Хорошо, спасибо большое. Это официально сейчас, а неофициально можно? Да. Можно на ты, да? Да, конечно. Мне сейчас 42 года будет, через 2 недели, у меня двое детей, папа их не видел мой. я знаю. Вот, я в Эмираты уехала с мужем, с ребенком 9-месячным, и второму ребенку было 2 года. А вы можете его номер хотя бы мне дать, потому что у меня нету номера? Алло. Секундочку. Одну милочку, с тобой хотят поговорить. Алло? Да, да, я слышу. Пап, привет. Это кто? Это твоя дочь Алена. О, это да. Без подарок. Я рад тебя слышать. Спасибо, что рад. Я думала, что ты трубку бросишь. Да нет, сейчас я такое делаю, что ли. Как у тебя дела? Как у тебя здоровье? Ну, сейчас на работе установка шкафа. На работе установленную шкафу. А я сейчас нахожусь возле твоего дома. О-о-о. И... Ну, это здорово, но ты можешь это сделать вечером. Или хочешь зайти без меня, но можешь зайти, если хочешь. Я, если можно, хотя бы просто во двор зайду, посмотрю, как... Почему нельзя? Там, может быть, не так убрано. Я никого не знаю. Но я тебе, скажем, подожди, там у меня... Собака у меня там. Но она не пущается. Она вообще никого не пущает. Нужно ее не бояться. Но она в тюрьму. Он сказал, что вот здесь нужно где-то сверху толкнуть, и она откроется. Именно так раньше открывались эти ворота. Он сказал, что она закрыта в ангаре. В ангаре. Значит, там она закрыта. Все. Это история моей жизни до 12 лет. И чтобы вы знали, именно так, вот именно так это было в 12 лет. Именно так. Здесь ничего не изменилось. Ни одна трещинка. Там у меня был... Здесь у меня был живой уголок. Здесь я играла. Мама всегда стелила здесь покрывала. И я всегда в детстве здесь играла. Здесь всегда было так не убрано. А когда меня оставляли дома одну, мне всегда казалось, что с этого чердака спустятся какие-нибудь... Я их называла в детстве баба-ежки. и своруют меня. Я жила именно здесь. И здесь ничего не изменилось. Ничего. Это раковина, она всегда забивалась. И я всегда здесь мыла посуду. А вот в это окно раньше здесь была вот такая форточка. Не было того забора. И я всегда вылезала, когда сидела одна. ничего не изменилось. Ничего. Ничего не изменилось. Сейчас я вам покажу свою комнату. В ней никогда не было света. он периодически не было. Периодически не было. Но его, наверное, и сейчас тут нет. Вон, над кроватью. Вот здесь прошло мое детство до 12 лет. И мне кажется, здесь даже обои остались те же. вот здесь я спала. Мне очень жалко, что 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 папа так живет. я знаю, он меня не осудит за то, что я показываю свое детство. Он всегда меня понимал. В отличие от мамы. Я всегда его любила. Я сейчас его люблю очень сильно. И я... Я когда вижу какие-то фильмы, где дети бегут к своим отцам, где папа обнимает детей. Я всегда плачу. Всегда. В самолете я лечу, смотрю сериалы, какие-то фильмы. Дома смотрю. Я всегда плачу. Всегда. Мне ужасно не хватило отцовской любви. Маминой любви. Я ужасно недолюбленный ребенок. Это правда. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, что рассказать хорошего о детстве, но о своей истории и всем, что вы увидите в этом фильме. Я хотела бы сказать, что берегите своих детей. любите их. Любите их. Не позволяйте им закрыться от вас. Потому что если если вы закроете от себя своих детей, вы никогда их уже не откроете. Они могут вас простить. Но они не просят здесь. Но тем не менее, видимо, мое творчество, мой внутренний, та внутренняя маленькая девочка, которая жила во мне, мне хотелось себя проявлять. Но я боялась. И я собирала людей на своей улице со своими подружками и устраивала концерты. Это были просто танцы, это была мода. И на всех этих мероприятиях с детства я даже не знаю, как я была ведущая. Я могла раскрываться перед совершенно незнакомыми людьми, бабушками, дедушками, родителями. Мы собирали скамейки, и я преподавала танцы. И мне всегда в детстве хотелось быть учительницей. Это забавно. Мне всегда хотелось быть учителем как ни странно по математике. Хотя с математикой я на самом деле вообще не дружу, хоть у меня и два образования экономических. Я сажала зверят, игрушек, брала указку и практически каждый день учила животных чему-то. Это меня очень сильно отвлекало, и все, что я, наверное, помню со своего детства, это вот этот момент, когда я все время всех учила, как я была учителем. Многие из вас, наверное, могут спросить, а что было хорошего? я не знаю. Идет только одно слово, что ничего. Мы жили так бедно, что, когда я пошла в первый класс, у родителей не было денег даже купить мне белый бант и сандали. Я попросила белый бант у своей подруги, которая жила на этой же улице, а сандали я взяла у своего брата красные старые, чтобы пойти на первое сентября. Может быть, многие сейчас в это не поверят, но представьте, как я выглядела, это чистая правда. и в тот момент, когда я собиралась на первое сентября, это был мой первый класс, я увидела, что в доме отключили свет и мне пришлось зажать свечу. И так как я была, видимо, еще маленькая или глупая, я почему-то поднесла эту свечу вот так, не знаю, зачем я это сделала, и у меня вспыхнули ресницы, у меня были очень длинные ресницы, и челка была вот такая, вспыхнула челка и загорелся этот бант. Папа очень сильно меня избил тогда, я уже опаздывала на линейку и пошла я без банта. И папа избил за то, что я такая бестолочь, как он сказал, теперь нужно покупать этот бант и отдавать его соседям. Я пошла с обожженной челкой, ужасно замкнутая, зареванная, я пришла на первое сентября и стояла в самом конце всей этой толпы, которая там была, и я не понимала, что происходит со мной, где я нахожусь. Когда нас оставили в классе, все так радовались, у всех были новые портфели, а я пришла с пакетом. я училась плохо, очень плохо. В первом классе у меня была двойка за четверть. я не могу сказать, что со мной не занималась мама, папа не занимался, явно. Папа в детстве всегда говорил, я уже не знаю, в шутку это было или нет, давай мы ее променяем на корову. Это фразу, которую я запомнила и запомнила на мой сушитель. Я всегда боялась, что он действительно променяет меня на корову. часто шутил, что если я буду вести себя плохо, то он сдаст меня в интернат и я перестану ценить то детство, которое у меня есть. Я боялась, что меня сдадут в интернат, потому что я знала, что это такое. Мне, в принципе, уже не важно, как я выгляжу в этом видео и заранее я придашу прощение за то, что плачете вы. Кто смотрит эту историю? Время шло и я взрослела и начинала понимать, что это неправильное детство, что так быть не может. Был шестой класс и в шестой класс, в шестом классе учительница позвала весь класс в горы. Это была осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, холодный ноябрь. Я тогда никогда не была в горах. У нас в Алмате есть горы, я сама из Алматы. Мне было интересно узнать, что такое горы, как они выглядят. А сегодня я в горы езжу каждый день, потому что они находятся в 15 минутах от моего дома. Это место силы для меня сегодня. и папа сказал, что ты не поедешь в горы, потому что мы не можем купить тебе одежду, в которой тебе туда поехать. Учитель сказал, что мы надели теплый компьютер. Мама дала мне свой плащ синий. Взрослый плащ синий. Ребенку, у которого, я не знаю, сколько, в шестом классе мне было лет. и дала свои сапоги 39-го размера. Красные. И засунула туда ватки, чтобы я смогла хоть как-то поехать в горы. Но мне было так все равно, потому что все уже знали, что мы живем бедные. В классе я одевалась хуже всех. Я была, я училась хуже всех. Я не разговаривала практически ни с кем. Мои родители практически не ходили на собрания, потому что они знали, что им будут выговаривать и им будет стыдно. Мама настолько любила папу, что она делала все, что он говорил. И от нее мне доставалось тоже много, но о ней я расскажу обязательно. Я приехала в эти горы, помню, и в этих 39-х сапогах, хотя мой размер тогда был, наверное, на 36-й может быть. И все смеялись надо мной. Надо мной вообще всегда все смеялись, но я думаю, что это понятно. Через какое-то время я стала понимать, что другие семьи живут по-другому, другие дети одеваются по-другому. И настал момент, когда в доме был пустой холодильник. У папы были какие-то проблемы на работе, и нам вообще нечего было кушать. Тогда мама втихаря тайком позвала меня и сказала, что сейчас мы будем ловить курицу в соседнем дворе, из которой потом сварим суп. Я сказала тогда, мама, нас посадят в тюрьму, если соседи узнают, что мы сейчас своруем курицу. Мама сказала, а что нам теперь делать? мы умрем, если мы не будем кушать. Она сделала петлю и засунула вот так, закинула в соседний двор. В общем, я не помню как, мы поймали эту курицу и сварили из нее суп. И так было очень часто. Однажды папа привез колбасу, я ее тогда видела первый раз, и от увиденного этой колбасы я просто потеряла сознание. Я просто потеряла сознание, потому что я не знаю почему. Приехала скорая и они ругали моих родителей, потому что они сказали, что ребенок теряет сознание от голода. Вся эта история останется здесь, в виде, наверное, моего дневника, потому что вся эта боль, она до сих живет во мне, потому что память мы никогда не сотрем. Мы всегда можем простить, но то, что есть в нашей памяти, это стереть невозможно. Время шло, я взрослела, и я возненавидела своего отца. Я возненавидела его и всегда мечтала, чтобы он не приехал домой, а разбился по дороге. Я всегда говорила, мама, хоть бы папа разбился, хоть бы он не приехал. Я тогда не знала слова развод, и я не знала, что оказывается люди умеют разводиться, но я мечтала остаться без отца, но при всем при этом я очень сильно его любила, и я его люблю сейчас. Я уже не помню всех подробностей, но когда мне исполнилось 10 лет или 11, папа сказал маме, или она узнала, я не знаю точно, что у него есть другая семья, есть двое детей. Я помню, что она очень сильно плакала, а он развернулся и ушел. И на следующий день мы стали собирать все вещи, чтобы уйти к бабушке. Единственная фигура, которую я любила в детстве по-теплому и по-доброму, это моя бабушка по маме. Здравствуйте, дедушка, я ваша бабушка. Пойдет? Нет? Классно, классно. Классно? Ну и слава богу, теперь туда переводи, да потом я тебя сфотографирую. Все говорили, что она в голубых кровей, она всегда заботилась обо мне. Я фактически выросла с ней на ее руках. Она собирала мне завтраки в школу, в виде каких-то конфеток, чтобы лишь бы я ела. Она делала для меня все, покупала одежду, баловала меня, рассказывала сказки, читала, чего не делала моя мама никогда. Может, и делала, просто я не запомнила наверное этого. сейчас мы приехали в тот дом, где я выросла до 20 лет практически. У мамы я жила не так часто. В основном я жила вот здесь. Здесь жила моя бабушка, которая как я и сказала была для меня самым-самым таким родным, близким человеком на тот момент. Как и все бабушки, наверное. Сейчас здесь находится мой дед. Я его не видела лет 15. Думаю, что мы выйдем поздороваемся. Здравствуйте! Вас наверное Гуля зовут? А меня Алена зовут. Я Любина дочка. Я хотела с дедом поздороваться. Аленка пришла. Вообще для всех как бы я в детстве всегда была Аленка. А когда я уже выросла я стала Элин. Имя Елена я очень сильно не люблю. У меня папа назвал Елена. Вроде бы папа, я не знаю. На самом деле я очень по деду соскучилась. Но так получилось, что 15 лет назад мы поссорились с дедом. Деда, ты меня еще помнишь? Да. Я поздороваться хотела просто. Это что там за камера? Это мы снимаем, запечатляем момент, где ты останешься в моей истории и чтобы мои дети и твои внуки все это увидели. Да? Если можно. Они сказали, чтобы я съездила на разведку и если ты будешь рад меня видеть, то они обязательно на следующей неделе приедут. это мой самый любимый дедушка на самом деле у нас в детство было просто все связано с концертами и не укусит? Не укусит? Думаю, что за девчонки все свитерки деда, ты какой был, такой и остался. Сегодня вечером вспоминали. Я очень любила здесь быть, я всегда хотела здесь быть, у меня очень теплые воспоминания об этом доме, все здесь родное, вот даже этот асфальт для меня родной, где я бегала босиком. Я училась кататься, деда учил меня кататься на машине и самое интересное, только твои уроки по вождению я проходила и сразу поехала кататься в город. Деда учил меня кататься и по снегу и господи, сколько мы с тобой учились, я хочу показать свою первую машину. Вот, это 412 москвич какого года? 86 года. Круто. Я последний раз здесь была, когда умрела бабушку. Я помню, здесь стоял гроб и здесь я тогда была последний раз. На этом диване я всегда спала. Я здесь спала, когда мне было 19-20 лет. Сегодня мне 42 года почти. Через две недели у меня день рождения и вот 20 лет 19, 18, 15, 12 я жила здесь на этом диване. смотрела телевизор и болела здесь бабушка меня лечила здесь еще висели другие часы и бабушка всегда запрещала лазить в те полки потому что там всегда что-то лежало из ее каких-то тряпочек а ты умеешь ты можешь на гармошке сыграть ну вот как я все детство под эту гармошку танцевала все детство и у нас я их возьму и если можно и 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 настал день когда нам нужно было уезжать я очень хорошо запомнила тот момент и тогда я узнала что такое развод папа взял меня и начал тянуть к себе и кричал она останется жить со мной а мама тянула меня к себе и меня как-то куклу дергали вот так вот я плакала и я боялась остаться с отцом хотя папа я любила больше чем маму я не знаю почему и в итоге мы уехали к бабушке и каждую ночь мама плакала это все что я помню постоянно плакала несколько месяцев но я так сильно хотела встречаться с папой и так сильно скучала по нему я так сильно хотела его видеть но мама запрещала мне видеться с ним и я хочу сказать что не запрещайте вашим детям видеться с вашими их отцами если вы находитесь в разводе для ребенка это очень большая травма папа всячески пытался найти контакт с мамой чтобы общаться со мной мама не разрешала моя мечта в детстве в двенадцать лет было скорее вырасти и уйти из этого просто ада я была поломана уже с детства и когда папа узнал что мамы нет дома он приехал ко мне и мы с ним уехали на поле втихаря разговаривать я все время плакала и говорила ему давай мы будем здесь видеться с тобой чтобы мама не знала и это стало нашим местом встреч недалеко от болота я знала что он будет приезжать один раз в две недели и мы с ним там будем встречаться он передавал мне конфеты и когда я приходила с этими конфетами домой я думала целую историю как мне наврать чтобы мама не узнала откуда у меня конфеты и мне приходилось говорить что незнакомые люди угощали меня а мама стала понимать что я вру и отдавала эти конфеты на моих глазах собакам а так как мы жили бедно даже с бабушкой мне было больно эти конфеты видеть как ест это собак вся эта история до 12 лет сформировала во мне два чувства первое это то что жизнь не такая сказочная и такая прекрасная как мне читала бабушка в сказках второе я узнала что эта жизнь может быть жестокая коварная и что даже ради того чтобы встретиться с папой мне приходилось узнавать что такое вранье я не могу гордиться своим детством и я не знаю ощущение что у меня не было детства дальше я как и все дети бегала по улицам в какой-то момент во мне выработалась какая-то агрессия начался переходной возраст 13-14 лет я поняла что я формируюсь у меня стала расти грудь я стала округляться я была очень красивая я была самая красивая из всего района в котором я жила и я не знаю откуда у меня были такие убеждения несмотря на то что я была вот поломана мне все говорили что я очень красивая и я гордилась тем что оказывается мне говорят комплименты причем совершенно незнакомые люди бабушки дедушки какие-то просто школьные преподаватели и я понимала что я должна как-то радоваться и но я не знала тогда как и я решила быть ведущей на всех конкурсах которые будут в школе это день влюбленных это осенний бал это новый год так как внешность была яркая я могла быть всегда на сцене я плохо говорила но я старалась у меня ужасно колотилось сердце но все любили то как я выгляжу на сцене я стала постоянно снегурочкой на каждом новом году у меня потихоньку стала развиваться речь и мама действительно старалась она шила разные костюмы она пыталась как-то быть со мной но в 13-14 лет я была уже в какой-то степени от нее но в какой-то степени я стала уже закрыта от мамы потому что я недополучила именно ту детскую заботу и любовь которая видимо мне была нужна и произошел момент когда мне исполнилось 16 лет 16 лет и мама сказала что если ты хочешь зарабатывать деньги я могу тебя этому научить и ты можешь уже иметь свои деньги это все что меня интересовало с детства я ужасно хотела заработать денег и как ни странно это звучит я сильно хотела купить машину купить именно бмб тогда это была третья модель очень старого года не помню даже какого и мама стала ну в общем она заняла у кого-то денег и полетела за границу и начала продавать вещи секонд-хенда мы часто гладили эти вещи продавали и постепенно моя мама стала возвращаться к жизни вылазить со всего с этого состояния в котором она тоже находилась и к тому моменту папа он как-то перестал со мной общаться он исчез он просто перестал ко мне приезжать но я всегда тянулась я всегда хотела с ним общаться я всегда ждала его звонка я всегда хотела чтобы он появился у дедушки с бабушкой тогда если я не ошибаюсь у нас был городской телефон тогда проводили столбы и городские телефоны были только-только у единиц моя мама уже начала немного нормально зарабатывать мы могли позволить себе чтобы провести телефон через буквально несколько лет мама встречает второго мужчину я долго думала рассказывать это в своей истории или нет но я сказала в самом начале что все будет откровенно и мама в общем выходит замуж за человека который любил выпить нет он не просто любил выпить он был зависим от алкоголя и был в запоях по 10 дней по 5 дней по 3 дня он прятал бутылки я не могла найти с ним общий язык никогда он мне не нравился но он был веселый хороший он заботился обо мне пытался быть мне папой но папа я его никогда не называла и не называю сейчас это был просто человек который живет с моей мамой который пьет и мама от этого сильно страдала я находила бутылки и писала на них фломастером не пей ты умрешь я прям выискивала эти бутылки я в тот момент его ненавидела потому что он все время лежал пьяный мне было 13 или 14 лет 15 я не знаю 16 он все время пил я стала узнавать что есть мужчины предатели как мой отец я стала узнавать что есть мужчины алкаши и когда мне исполнилось 18 лет а точнее в 16 лет в 15 лет мама научила меня собирать сухоцветы на полях красить их в бензиновой краске и продавать на кладбище мой основной бизнес тогда это называла я бизнесом это плести букеты и продавать их на базарах на тротуарах на кладбищах и тогда у меня родилось странное чувство к маме у меня появились свои деньги а у маме появилась тетрадь в которую она записывала сколько я зарабатывала а самое ужасное для меня было и есть и я до сих пор не могу это забыть что когда я занимала у нее деньги в свои 15, 16, 17, 18, 19 лет на шоколадки на что-то мелочное она всегда записывала это в долг всегда я ненавижу эту тетрадь она у меня перед глазами она всегда говорила что ты мне будешь должна подходила и говорила что у тебя накопился долг 5 долларов если это перевести в доллары потому что не все знают валюту тенге и мне всегда казалось что мама не должна так делать ведь я еще несовершеннолетняя в 15 лет она все время записывает такую мелочь даже жвачки мне стало обидно я не понимала почему она так делает наверное она хотела привить ко мне чувство того что я должна быть ответственной за расходы а мне хотелось тогда новые платья мне хотелось украшения колечки сережки и отчим никогда не работал он пил помогал маме мама торговала вещами и в итоге в какой-то момент я поняла что к маме что-то оборвалось она перестала для меня быть тем человеком которому я могла бы сказать я тебя люблю и я не могу сегодня ей это сказать и она об этом знает я не знаю наверное она все это чувствовала но не пыталась это исправить и мне кажется что она всегда думала что дети должны делать первый шаг а я была поломана и мне явно было не до первых шагов долги росли потому что я покупала то покупала то это было естественно копейки соответственно все вот самое примитивное новые какой-то какие-то фломастеры какие-то краски какие-то сережки за три копейки и все она это записывала в долг в какой-то момент у меня родилось чувство очень-очень сильной обиды я решила доказать своей маме что я заработаю денег я куплю себе машину сяду в нее и просто уеду куда-нибудь подальше от этого дома я сбегала с дома к подружкам я не хотела там жить я не могла смотреть на отчима как он пьет он сильно подчинил ее к себе она была полностью зависима от него она его полюбила и мне всегда казалось что она сама мечтала чтобы скорее я повзрослела мама была против того чтобы я пошла учиться в институт она всегда говорила странную фразу которую я никогда не скажу своим детям и никогда не говорите своим детям этой фразы зачем тебе учиться это заработать денег это интереснее это лучше и это как-то как она давала мне понять наверное правильней и и за мной начали ухаживать мальчики которые говорили мне почему ты после школы не пытаешься пойти в институт в колледж а я не знала что сказать я не могла сказать что мама против что она не даст мне на это денег потому что своими знаниями бы я туда не поступила в общем все было очень странно очень странно я ненавижу свое детство я о нем даже не вспоминаю и когда многие смотрят сейчас на меня на мое ораторство на мою улыбку на мою целеустремленность на ту у меня которую я сегодня все думают что так было всегда что я всегда была успешной всегда была самодостаточной всегда могла себе все позволять нет я не всегда такой была и в своих историях я обязательно вам расскажу что сделала меня такой сильной как я сделала сама себя сильной без помощи кого-то как я преодолевала все трудности как я плакала и не показывала никому своих слез как я сумела добиться совершенно другой жизни обычным визажистом который сегодня меняет жизни людей я получаю действительно много отзывов от вас и вы для меня стали теми подписчиками теми людьми благодаря которым мне хочется жить создавать себя помогать меняться вам благодаря моим природным и приобретенным талантам я не для того записываю это видео чтобы вы пожалели меня нет потому что слово пожалеть для меня в принципе не существует я не знаю это слово когда тебя кто-то жалеет никто не знает меня слабой никто не знаком со мной с такой с которой вы сейчас видите об этом знаю только я и все даже не одна моя подруга я этим примером своей истории хочу донести до каждой из вас что самое главное в этой жизни это не сломаться мне часто говорят или у тебя были падения как ты вставала вот так самое страшное это смерть потому что после смерти ты не встанешь и не пойдешь а после того как ты просто упал или остался без денег или тебе нечего кушать это просто это просто падение ты просто встал и должен идти дальше другое страшное это когда ты умираешь внутри я умерла на сегодняшний день для своей мамы я умерла для своего отца но это еще не все я умерла 18 лет заканчивая точнее 10 класс я стала сбегать со школы и торговать помогать маме кожаными куртками и купальниками на рынке на барахолке я стала очень хорошо зарабатывать потому что для меня школа потеряла весь смысл да и мама говорила что обучение это наверное как бы не главное я стала зарабатывать и когда я это называла спекуляция много всего можно рассказать о том как меня как я продавала жвачки меня водили к директору выгоняли из школы я всегда пыталась быть предпринимателем я пыталась что-то предпринять чтобы выжить чтобы прокормить не знаю себя и 18 лет на моем счету было это 1800 долларов это очень большие деньги для того времени я заработала их почти за год мама стала ездить за границу она занимала у кого-то деньги как я сказала и привозила секонд куртки кожаные секонд-хенды которые покупала там за 20 долларов а продавала их за 200 за 300 за 500 долларов и с одной куртки мы могли зарабатывать 300-400 долларов я тогда встречалась с мальчиком он был самый красивый на том районе где мы жили он был очень видный он был очень яркий он был спортсмен с очень большими мышцами и он для меня был наверное больше как папа заботился обо мне всегда был рядом и я всегда хотела выйти за него замуж потому что он давал мне ту заботу которую мне не давал папа я относилась к нему не как к своему какому-то парню потому что тогда все было по-другому тогда не так быстро люди жили вместе как сейчас не так быстро ложились в постель как сейчас тогда все было по-другому я до 20 лет была девственницей я этого не скрываю и я встречалась с этим парнем который просто просто любил меня к сожалению он погиб и 18 лет в 19 я попадаю на операцию у меня была врожденная киста по-женски и соответственно я была девственницей я попала в больницу и меня экстренно прооперировали я месяц тогда лежала в больнице потому что эта киста лопнула и мешок с гноем весь в общем-то был в моем животе меня еле как спасли врачи я не знаю правда это или нет но у меня была остановка сердца и мама рассказывала что она стояла под дверьми операционной выскочили врачи и сказали что если сейчас не будет этого лекарства то она умрет за доли секунды отчим он был с мамой он смог найти это лекарство и фактически отчим спас меня жизнь за что ему очень большое спасибо меня откачали ну я так поняла что завели сердце если я здесь с вами и у меня была очень сильная проблема с почками видимо этот гной ушел по крови и в общем то там мало было шансов что я выпишусь в больнице быстро меня перевели после операции в другое отделение в нефрологию я пролежала месяц в больнице 18 или 19 лет мне было и я постоянно лежала на каких-то аппаратах где мне чистили кровь я тогда думала наверное что я уже умру если честно я смотрела в окно с этой больницы и понимала что у меня нет ни детства нет ни взросления я ненавидела просто эту жизнь но у меня никогда не было мыслей покончить жизнь самоубийством и когда я лежала месяц в больнице я все время ждала своего парня когда он придет но он так не раз и не пришел не раз тогда я узнала что такое когда тебя бросают и к 19 годам я осознала что есть мужчины которые могут тебя предавать потому что в какой-то момент ты перестаешь для них что-то стоить и значить как сделал папа с моей мамой это был прям наглядный пример я узнала что есть алкаши как я уже говорила которые ради бутылки готовы занимать деньги отдавать последние и я узнала что такое когда тебя бросает человек твоя первая любовь наверное это была первая любовь я уже не помню я ждала когда он придет но он так и не приходил и когда я вышла из больницы я похудела на 9 килограмм я была очень худая наверное 39-40 килограмм я весила и тогда я узнала что такое страх смерти выйдя из больницы у меня появилось ужасное чувство страха умереть потому что в тот момент когда мне стало плохо когда меня отвезли на операцию я проснулась посреди ночи и просто потеряла сознание и приехали врачи и пульс у меня у меня было давление 60 на 40 28 ударов было в минуту и врачи кричали что она умирает а я сидела вот так и я не могла уже но мне не шевелились ни руки ни ноги я сидела и смотрела в одну точку и все время слышала как мама говорила не уходи не уходи мне кажется я в этой жизни должна была три раза умереть ну по крайней мере были такие ситуации когда смерть была рядом как-то забавно я хотела рассказать что-то веселое но так получается что все веселое было уже позже и я обязательно об этом тоже расскажу я очень боялась жить я я ужасно боялась жить потому что я не верила в жизнь что мне всегда казалось что мне станет опять плохо что сердце остановится что рядом никого не будет что я не смогу позвать позвать кого-то на помощь что никому что я буду одна и я боялась оставаться одна дома я всегда прислушалась как бьется мое сердце я жила в диком страхе это самое ужасное время девятнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать лет это 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 еще хуже чем было до папа так и не появлялся в моей жизни а мама улетала за границу и постоянно находилась по десять дней в отлетах я была с отчимом он никогда меня не бил он всегда хорошо ко мне относился никогда не было каких-то левых действий он молодец но просто он был зависим на тот момент от алкоголя и все я была одна в основном одна всегда когда я вышла из больницы ко мне приехал этот парень я стояла плакала и спросила его почему ты ко мне не приехал и он сказал я пришел сегодня с тобой попрощаться я сказала почему и он сказал самую больную вещь которую я могла наверное услышать в своей жизни касательно своего здоровья он сказал мне что прям так и сказал что ты ревешь тебе вспороли брюхо тебе вырезали пол тебя ты теперь не сможешь иметь детей ты должна с этим смириться ты теперь никому не будешь нужна мне тебя жаль что все так произошло но мне нужна полноценная женщина которая в будущем сможет стать матерью моим детям он сказал извини и ушел в тот момент я поняла что есть мужчины предателей еще раз алкаши те кто тебя бросает но еще я узнала что есть мужчины которым ты нужна только тогда когда у тебя все хорошо когда ты красивая без шрамов когда ты успешная а вот настоящая на тот момент я никому не была нужна он ушел и и через три года он умер от рака мне поставили бесплодие потому что ну действительно пол меня по-женски не было для тех кто не знает сегодня у меня двое детей сыну 13 лет дочери 8 они очень здоровые дети слава богу они живут в любви в достатке у них есть все самое главное у них есть любовь объятия поцелуи это самое важное они знают что мама их всегда защитит прокормит и никогда не будет записывать в тетрадке те расходы которые у них уже есть сегодня пересмотрите пересмотрите свое отношение к детям если вы чувствуете себя плохим отцом либо плохой мамой время так быстро летит всю эту историю мои дети знают и носят меня сегодня на руках и боятся когда я об этом вообще вспоминаю дальше было все сложнее я не буду затягивать когда я вышла с больницы это был шок я сказала мама я я я хочу свои деньги чтобы ты мне отдала она мне сказала а твоих денег нет я сказала а где они она сказала что я вычитала долги которые у тебя были и операция которая произошла в больнице ты заплатила за нее сама и осталась там какая-то сумма денег я помню что я так сильно расстроилась я пошла и купила себе золото на все оставшиеся деньги браслеты цепи которые потом я сдала в ломбард когда у меня родился ребенок и это золото мне очень сильно помогло прокормить моего ребенка может быть об этом я тоже расскажу в следующей в следующем своем рассказе дальше я начинала взрослеть и уже хотела устроиться на работу и обо всем об этом я наверное расскажу вам в следующий раз я думаю что в этой серии вы более стали ближе ко мне а я к вам и я не хочу чтобы очень многие из вас смотрели на меня и жалели меня нет жалеть меня точно не нужно потому что потому что это да я не знакома как-то с этим чувством когда тебя жалеют я могу сказать одно что несмотря на свой успех славу самодостаточность везение которое сегодня у меня есть я не та снежная королева о которой многие думают про меня ведь у меня кличка по жизни снежная королева меня всегда все так называли и называют я на самом деле очень теплый человек очень открытый человек очень доверчивый человек я могу действительно отдать последние деньги если кому-то плохо и я порадуюсь за этого человека мои подруги никогда не понимали меня когда я могла дарить дорогие подарки для меня это счастье сделать кому-то приятно потому что делая кому-то приятно я словно заполняю ту часть себя и в какой-то момент я решила просто взять себя в руки и построить новую жизнь о которой я обязательно вам расскажу и в завершении своего рассказа я хочу сказать и обратиться ко всем женщинам которые думают что у вас все не в порядке что у вас все не так что вы не так выглядите что вы не так говорите я хочу сказать что с вами все нормально с вами просто все нормально те люди которые находятся рядом с нами они очень сильно влияют на нас они вместо нас самих создают нас и это неправильно мы создатели своей жизни вся наша жизнь все наши поступки все наши ситуации вся наша боль и радость она вся только в наших руках и чем скорее каждое кто смотрит этот рассказ это поймет тем быстрее ваша жизнь начнет меняться я взяла себя в руки и стала такой какая я сегодня и я хочу быть еще лучше я буду ей я точно знаю куда я иду к чему я иду и что я после себя самое главное оставляю я не хочу прожить эту жизнь так чтобы не оставить после себя каких-то красивых следов я считаю что человек который оставил после себя что-то это великий человек я буду стараться стать для самой себя той великой женщиной которая смогла из маленькой несчастной девочки которую закрывали дома с полтергейсами стать той независимой сильной бизнес-леди которой я сегодня являюсь и очень хочу пожелать каждой из вас чтобы вы не теряли веру в себя чтобы вы не замечали хорошее и не падали духом это самое главное смерть это конец но упасть это не страшно увидимся с вами в моих следующих рассказах спасибо за искренний просмотр этой серии и и и и и и и